мы поговорим сегодня о сердце это будет наша тема сегодня и я думаю друзья что нам нужно я даже вот сегодня посмотрел мне кажется в это вообще отдельно нужно делать целый класс или конференцию на эту тему потому что если мы понимаем что такое сердце по-библейски мы будем правильно относиться к своему сердцу и к тому что проявляется из сердца исходит наших детей я прежде чем мы это сделаем чем мы поговорим о сердце я хотел бы может быть сегодня знаете что сделать друзья учитывая что вы читаете книгу это что мы слышим вот в наших я думаю в наших разговорах происходит происходит вот даже сегодня мы разговариваем об очень важных нюансах воспитания и мы получаем определенное представление то что мы делали где-то раньше нужно поменять вот как таня говорит и думаю что это каждый из вас испытывает когда вы читаете даже если вы читаете уже пятый раз эту книгу у нас есть что изменять в нашей собственной жизни но если посмотреть вот стать немножко в сторонку и посмотреть на big picture да на большую картину вообще что себя представляет воспитание или я бы знаете как назвал бы это сейчас вот я хотел бы взять несколько минут поговорить о библейском видении воспитания то есть у каждого из нас у есть уже какой-то определенный какой-то какой-то определенное сформировалось представление что такое воспитание я сегодня почему-то думал об этом я хотел бы немножко это передать для вас чтобы вы могли тоже для себя иметь вот определенную на эти контуры воспитания что делает воспитание эффективным без чего она не получится вот что что является главным в воспитании детей я помню когда-то было время когда я готовил одну пару готовил одну пару к свадьбе у нас было где-то полгода времени из-за этих полгода времени когда у нас премьерателл каунселл не было они рассказывали о том какая особенно вот у одной из сторон была не очень благополучная ситуация в семье парень вообще вырос это был жених он вырос в семье такой скажем если говорить психологически dysfunctional family то есть папа не знал вообще не понимал не знал что он делает был очень такой как ветер спонтанный везде там они раз 20 переезжали с одного места на второе но и в жизни конечно у этого жениха не было похоже никогда мужской фигуры образа авторитета в жизни и он у них не было никаких глубоких отношений с отцом и пришел момент когда перед свадьбой мне звонит отец и говорит я хочу а он чтобы ты меня позвал во время сочетания и я вместе с тобой буду возлагать руки на своего ребенка на своих детей ну я его спросил почему так думаешь это нужно зная уже зная уже допустим эту всю ситуацию он говорит я хочу благословить своего ребенка я хочу благословить своего сына это мой сын я хочу его благословить я немножко попробовал с ним говорить о том что жизнь или вообще благословение это не одно событие когда мы просто возлагаем руки или просто однажды помолились за своих сыновей наша вся жизнь и воспитание должно быть благословением для наших детей мы должны благословить их и вот видение воспитания в принципе это видение благословение как мы благословим наших детей что должно быть в воспитании что составит вот общую картину с чего же оно состоит и что делать его эффективным я хотел немножко представить это таким образом вот ваш ребенок да у каждого из нас есть не один и мы должны понимать что я бы и я не нашел просто не успел сегодня вместо головы чтобы там было сердце вот у этого у этого ребенка есть сердце и библейское сердце оно находится здесь между между ушами то есть наш мозг наши 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 мысли и так далее сегодня будем говорить об этом вот у этого у этого ребенка есть одна очень большая привилегия у него есть родители даже если это один папа только или только мама но у этого ребенка есть родители и у родителей должно быть библейское видение воспитания если у вас где то есть даже нарисовать для себя вы можете это сделать но я хотел бы чтобы мы могли сегодня вот поговорить если вот собрать определенные концепты из чего состоит воспитание она составляет или из него из этих концептов состоит все наше видение в первую очередь нам нужно детям говорить о боге и самим знать бога мы об этом с вами говорили да то есть бог является самой главной составляющей всего что происходит к второе мы понимаем что должна быть семья семья контекст семьи где появляется ребенок именно в семье бог так предназначил да мы с вами говорили вот о муже о жене каким образом муж и жена являются уже инструментом божьим для воспитания детей об этом мы провели немножко время мы с вами говорили об авторитете то есть родители должны понимать свой авторитет это еще один еще одна точка очень ценная и важная родители должны понимать что в них самих авторитета нет они являются представителями божьего авторитета для своих детей нам обязательно нужно строить отношения с нашими детьми о чем сегодня мы тоже затрагивали и говорили немножко нам нужно создавать определенный контекст где сердце наших детей будет открыто говорить с нами и не только о своих провалах но и о наших провалах то есть у нас должен должны быть глубокие сердечные душевные отношения которые помогают открывать детям их сердца в контексте того что мы открываем свои сердца перед ними у нас должно быть коммуникейшн да вот это общение должно быть каждый день обо всем когда наши дети маленькие мы с ними общаемся и просто просто наполняем их знание или их разум их сердце мыслями о боге они постоянно интерпретируют наши дети все интерпретируют точно так же как и мы и мы родители помогаем им интерпретировать все вот то что читала сегодня таня мы помогаем нашим детям через общение видеть весь мир видеть краски видеть понимать вот суть вещей да и мы с ними говорим вот через через наши отношения в контексте разных обстоятельств которые бог дает нам в жизни я отметил это как отдельное мы об этом с вами будем говорить в предпоследнем уроке наставление это больше чем общение общение это контекст в котором может произойти наставление по поводу одной какой-то ситуации вот Коля сегодня прочитал выдержку из полтрипа полтрипа пишет об этом очень тоже открыто нам так бы хотелось чтобы дети сами пришли к нам чтобы они просили у нас но нам нужно таким образом с ними вести себя и общаться с ними чтобы они задали вопрос я помню однажды мы сидели а еще там в Ванкувере к нам пришли друзья и нам было весело приятно мы там и смеялись и плакали часов пять наверное сидели вместе мой мой старший сын сидел туда в комнате это был его офис он там работал я помню уже где-то около полуночи народ разошелся я вышел к себе у нас на втором этаже было я вышел к себе и там заканчивал уже свою 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 девушин там все остальное он приходит ко мне говорит пап can I ask you a question я говорит сегодня слышал как вы разговаривали вот взрослые и о чем вы говорили мне стало интересно там он задал несколько вопросов вообще как ты строишь отношения и второе второй вопрос он задал каким образом вот ты сегодня говорил как евангелие изменяет твою душу я бы хотел чтобы ты научил меня как правильно читать библию для меня друзья это был наверное я подумал я я радовался так что стоит промучиться в 18 лет с ребенком чтобы в 18 или в 19 лет он задал тебе подобные вопросы но я хотел подчеркнуть другую сторону знаете трудно ответить на вопрос который не задают правильно если дети тебе не задают вопрос трудно на него ответить но как раз через вопросы и происходит разговор это библейский принцип бог очень часто задает вопросы когда моисей пишет израильскому народу что вот когда вы будете в той земле и твой сын задаст тебе вопрос а почему мы это делаем то есть ситуация обстоятельства контекст в котором находится семья одна вторая третья каждая семья они предполагают что у детей когда-то возникнут вопросы другими словами нам нужно с ними так говорить чтобы у них была вот эта пытливость духовная пытливость кстати когда они вам задают вопрос ни в коем случае не говорите что у меня нет времени с тобой разговаривать вы лучше оставьте все но помогите через вопрос поднять вот этот воспламенить пытливость вашего ребенка дочери сына чтобы они выросли в задавании вопросов вам вот когда я говорю о наставление 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 это ответ на вопрос наставление это когда у у вашего сына или у вашей дочери уже это видно есть вопрос вы готовите их к этому и у них появляются вопросы об этом мы тоже будем с вами говорить вопрос наказания то же самое очень важный вопрос как родителям наказывать своих детей когда им 6 месяцев и у нас есть вот эти все нюансы библия говорит об этом и нам нужно помнить что наказание это не просто взять отшлепать по попе своего ребенка ну когда уже 12-13 лет вашей девочки я не думаю что это разумно делать эти вещи да то есть там уже есть другой контекст совершенно и там даже должен ваш авторитет если кстати вот говорить за авторитет я сейчас если найду здесь нету был а нет есть вы помните я показывал вам раньше что если говорить вот эту же можно использовать диаграмму если мы говорим об авторитете родителей авторитет родителей смотрите есть два очень важных понятия это власть и второе это влияние одно другому не должно мешать но нам нужно понять каким образом работает власть и каким образом работает влияние авторитет ваш никогда не уйдет от вас то что бог вам поручает он всегда будет у вас как родители но смотрите вот эта графа она показывает что с течением времени когда ваши дети растут и дальше вот сколько бы не было времени вам уже будет 80 лет до им будет 50 лет у вас власти над ними уже не будет но влияние будет расти когда вот это уменьшается то есть вы меньше и меньше проявляете власть над ними потому что они даны вам богом для того чтобы вы я чтобы мы воспитали их свободными independent mature adults ok чтобы это были зрелые взрослые которые могут жить самостоятельно ведь принцип в бытие 2 написано и оставить человек отца свою мать свою и прилепиться к своей жене вот вопрос оставить отца и мать это не просто напросто уйдет из дому оставить отца и мать означает что этот человек может самостоятельно делать решение он самостоятельно может выбрать между добром и злом он может выбрать лучшее из всех разных вопросов которые поднимаются перед ним и конечно же он может материально обеспечивать себе все остальное то есть наш авторитет вот эти моменты наш авторитет наказание наставление оно все имеет свое место в определенном контексте она не выражается одинаково во все сезоны правильно если мы посмотрим еще очень важный момент это пример кто-то сегодня об этом говорил нам нужно даже когда мы провалили нам нужно показать пример прощение покаяние мне я помню один отец он такой сам по себе дерзкий был говорит да что ты здесь вот рассказываешь расскажешь я никак не знаю я ничего не могу даже рот открыть перед своими детьми у него пятеро детей было говорит я не могу рот свои открыть перед детьми я говорю а почему да он говорит я я пару раз дверью хлопнул в стенку кулаком бахнул как ему буду сейчас говорить об этом вообще что ему буду говорить он такой крепкий дядька был я ему говорю ну смотри если ты христианин и ты понимаешь что ты сделал зло или грех или ты провалил ситуацию не жди пока твой ребенок придет к тебе просить прощение за то что он вывел тебя из нормального состояния будь инициатором покажи пример покажи пример вот что делает христианин когда он провалил 80 лет этому человеку или или 28 лет не важно вам как родителям сколько лет но мы всегда будем нуждаться в прощении и если мы говорим своим детям смотри сынок я знаю что такое сам проваливал там много раз пример в любом случае как бы как бы ни было нам нужно помнить о том что сердце вот о чем мы будем сегодня говорить сердце является мишенью главное мишенью всего того что происходит с нашими детьми в нашем воспитании еще одно это евангелие и когда вы посмотрите вот найти точки я их поставил таким образом чтобы вы могли увидеть вот что у нас получается вот определенное видение мы смотрим на наших детей мы знаем какие бог оставил для нас истины которые мы можем назвать рычагами которые мы можем влиять на свои детей вот еще раз посмотрите это во первых знание бога наши личные отношения с ним мы хотим чтобы наши дети могли возлагать свою надежду на бога не на родителей не на себя не на свои силы семья это очень важный инструмент почему мы так много времени провели в этом авторитет родителей очень важно чтобы мы его понимали всю специфику динамику авторитета наказание наставление наш личный пример и все это должно привести к евангелию евангелие касается самых наших низших провальных точек в нашей жизни и евангелие это то что на самом деле нам нужно говорить вот смотрите для меня благою вестью было то что если я попрошу прощения мой сын тоже попросит прощения как я это знаю потому что я в душе начал раздражаться когда он не попросил он сказал я тебя прощаю вышел закрыл дверь мы сидим на балконе с женой я смотрю на жену свою думаю ты понимаешь что сейчас происходит у меня в душе она знает что происходит у меня в душе я уже рассказывал сам нюанс но внутри должно закончиться евангелием моя значимость не в том что мой сын попросил у меня прощения и признал мой авторитет или мой пример был эффективным моя значимость во христе если мой сын даже и не попросит завтра или послезавтра или через месяц прощения я буду с ним говорить но уже буду говорить не требуя и не манипулируя говоря с ним о его сердце тогда когда он будет открыт к этому вы вы улавливаете да друзья вот этот момент то есть евангелие является оно оно угошает вот все стрелы лукавого которые которые дьявол знает как вонзить когда-то я слышал такой пример лютер говорил что сердце человека вообще настолько ну настолько оно гордое что мы даже если бы были бы на кресте как христос мы на кресте вися вися мы говорили сами в себе смотрите какой славный парень умирают за всех that's us это наше сердце и поэтому нам нужно понимать что нам всегда нужно будет евангелие мы всегда будем испытывать нужду в евангелии нам нужно учиться говорить евангелие контекстуально там где мы находимся в той ситуации допустим к примеру если вы помните мою проповедь которая была воскресенье я намеренно заканчивал евангелием как евангелие освобождает нас от ропота в первую очередь когда мы услышали какие у бога стандарты и что он смотрит серьезно на наш ропот где выход выход в евангелии евангелие заключается вот в чем мы говорим тоже евангелие только уже в контексте этой ситуации когда мы говорим о ропоте когда мы говорим о сомнениях мы должны себе говорить о том что за мои все ропоты и сомнения умер христос на кресте он один мог прожить безропотно я всегда буду нуждаться в том чтобы не только просить прощения но смотрите когда вы понимаете что ропот плохо и что за ропот нужно наказание это наказание понес христос и вы получили это прощение как прощенный человек вы не хотите роптать вы захотите побеждать ропот до того когда он произойдет то есть евангелие работает с двух сторон оно оно исцеляет нас когда мы провалили но оно не только это не только одна функция евангелия евангелие делает нас сильными и способными не делать того греха который мы сделали я думаю что это очень важный момент который мы упускаем часто мы зачастую вот я слышу когда говорится евангелие вот мы все такие провалившись и там все спустились уже на дно и да и нет евангелие делает нас сильными евангелие делает нас внутри другими людьми когда это происходит друзья когда у нас есть соприкосновение с благодатью христовой он меня ропотника простил он меня изменяет он за меня умер мне не нужно роптать чтобы чтобы каким-то образом оправдывать себя или винить всю ситуацию евангелие показывает нам силу христову для того чтобы предотвратить меня от греха ничто другое закон никогда не сможет меня привести к спокойствию к покою закон просто покажет ты негодный человек негодный негодный опять не прошел не прошел не прошел не прошел благодать говорит да ты негодный но всю эту негодность христос взял на себя now you're free и не только free now you have power у тебя есть сила для того чтобы этого больше не делать я думаю что я хотел об этом немножко с вами поговорить потому что то что вы читаете то о чем мы слышим оно должно создать у вас примерно вот библейское представление контуры библейского воспитания из чего оно состоит на чем мне нужно в чем мне нужно расти какие моменты нюансы должны быть у меня я это ну решил назвать библейское видение воспитания for you to thank you ok самый важный труд в царстве божьем заключается в изменении человека его сердца и его жизни бог совершает этот труд духом святым который вдохновляет родителей нести слово божье своим детям мы несем им вот это очень важно друзья мы несем им не просто решение то есть solutions на все вопросы мы не несем им стратегии принципы дисциплину и повеление мы несем им радостную славную весть весть об искупителе вот отношения со христом вот где сила для их жизни понятно нам нужно говорить правила нашим детям но но смысл их жизни христианской жизни гораздо больше чем просто правила почему я об этом говорю друзья я помню эти моменты когда мы с детьми уже когда они повзрослели когда мы говорим с ними я помню моменты когда они вот то что я рассказывал один пример другие моменты когда они говорят то что ты говоришь правильно но оно сейчас не касается моей души моего сердца мне это сейчас не нужно иногда так дети отвечают родителям я помню другие моменты когда они слышат что это интересно мне не просто интересно говорить о библейских истинах у меня есть мои отношения со христом и они это чувствуют они это видят и если у вас это есть дети захотят это иметь потому что каждый хочет любви и счастья каждый хочет внутри иметь эту свободу и наши дети точно так же им нужны правила но правила должны привести нас к христу вот вот где момент важен мы должны помогать им возлагать свою надежду на великого бога и жить так чтобы это весь занимало важнейшее место в нашей и их жизни итак от сердца к сердцу несколько нюансов которые мы затронем сейчас библейское воспитание отличается от всех стилей тем что оно направлено к сердцу ребенка но не только этим библейское воспитание является уникальным процессом потому что оно направлено от сердца к сердцу это красивая фраза возможно но она не сентиментальная друзья вы никогда не сможете говорить к сердцу ребенка без сердца без вашего открытого сердца которое тоже несовершенно там есть много разных вещей вот от сердца к сердцу на страницах писания через всю библию настоящие и эффективные отношения строились всегда на уровне сердца как у бога с людьми помните бог часто давал претензию высказывал претензию израилю что вы говорите поклоняйтесь мне сердце ваше далеко отстоит от меня у бога претензия если ваше сердце не не любит меня а вы совершаете все вот эти разные литургию и разные вещи в этом нет смысла и эта религия она не спасет то есть у бога с людьми так и между самими людьми мы когда читаем послание филиппийцам я вот перечитываю постоянно я удивляюсь сколько сердца открытого у Павла к его команде к его людям он просто любит своих людей у него есть глубокие отношения с этими людьми его сердце открыто перед этими людьми и он знает сердце этих людей и кстати он подчеркивает мы будем изучать Тимофея и Епафредита вот в это воскресенье удивительный удивительный момент апостол Павел подчеркивает их сердечные характеристики их характер он знает их душу он знает их сердце без всяких assessments и тестов психологических которые которые есть сегодня много разных да проблемы поверхностных отношений кстати в книге Age of Opportunities или Возраст возможностей Пол Трипп по-моему где-то в начале говорит по-моему в этой книге он говорит о проблеме поверхностных отношений кто из вас читает книгу Age of Opportunities он очень много об этом говорит и я думаю что это очень важно отметить для нас сегодня как родителей пап и мам между папой и мамой если поверхностные отношения между папой и мамой это говорит о том что возможно с Богом тоже поверхностные отношения чисто по фактам и это будет передаваться и нашим детям то есть вы никогда не сможете с одними людьми вы будете строить по сердцу отношения а с другими просто-напросто ну у вас могут быть отношения но это не будут глубокие отношения с детьми друзья очень важно почему важно чтобы вот муж прилепился к своей жене ведь прилепился это означает он это не просто интимные отношения это гораздо больше помните треугольник мы с вами говорили духовное основание единение наши эмоциональные все вот взаимосвязи друг с другом мы мы просто липнем друг к другу через трудности через где-то недопонимания через прощение покаяние через вновь разговор понимание общение мы липнем друг к другу эмоционально мы мы строим глубокие отношения из этих глубоких отношений между мужем и женой вытекают отношения с детьми и мы знаем что дети это это огромное благословение и это люди это души с ними нужно тоже таким же образом работать так вот проблема поверхностных отношений наверное там опять вы не видите да андрей ты не видишь видишь отлично проблема поверхностных отношений занятость самое элементарное я сейчас не говорю о том что нужно дома сидеть 80 hours home для того чтобы с детьми или чтобы быть незанятыми да я здесь говорю о трудоголиках кстати из моей практики то что я вижу и из своей личного опыта из того что я вижу других некоторые родители это не только папы но и мамы прячутся в рабочих офисах от своих детей потому что они понимают мне лучше я пойду в офис там нормальные люди я могу там им сказать два слова они будут послушны или мы можем вместе работать адекватно разговаривать но возиться вот с этой малышней it's просто it's exhausting и некоторые мамы и некоторые папы если мамы убегают от этого скажем они могут там быть бизнес-момен то папы иногда прячутся тоже на своих работах вместо 8 часов они там сидят 12 часов и я хотел бы сразу сказать есть время когда нужно действительно больше поработать но если вы в минусе в ваших отношениях где бы это ни было если вы в минусе в ваших отношениях что-то нужно срочно менять то есть это относится не только трудоголикам которые идут на физическом труде это относится и к таким людям как допустим работают в церкви трудятся да там пасторы и так далее миссионеры очень много печальных случаев папа строит созидает церкви вокруг вся Сибирь усыпана церквями дети дети не знают кто такой папа и много разных других вещей друзья семья никогда не мешала служению и служение не должно мешать семье и там нужен всегда баланс так вот трудоголики или чрезмерное служение и в этом же списке мы можем увидеть как часто инстаграм фейсбук или наши хобби more important to us than kids лень у нас часто поверхностные отношения с детьми друг с другом потому что мы ленимся и лень это в принципе очередная занятость неорганизованность это может быть вот неорганизованность неверные приоритеты спонтанность эмоциональность преференции свои то есть жизнь идет определенным каламбуром где нет порядка и это будет мешать строить глубокие отношения procrastination или откладывание на потом мы потом поговорим обязательно поговорим надо да это очень важный вопрос procrastination это откладывание на потом что нужно поговорить уже сегодня я буквально вот недавно слушал это светский психолог но он говорит он в принципе говорит библейскую истину Джордан Питерсон он говорит каждая couple каждая couple должна как минимум 90 минут в неделю говорить друг с другом не с друзьями там собрать всех вот подряд а просто друг с другом like hour and a half час-полтора нужно иметь со своей женой для того чтобы хотя бы быть на плаву be updated current и это реальные вещи когда мы говорим о детях вы слышали эту статистику сколько папы проводят разговора серьезно со своими детьми ну о чем уже сегодня отмечалось раньше грех иногда бывает это грех который сделали мы против кого-то или чей-то грех против нас мы скрываем этот грех мы оправдываем его мы игнорируем грех и грех никогда не даст нам пойти на глубину грех будет тормозить страх это еще один фактор страх это такая страх перед людьми перед человеком я знаю иногда родители даже боятся разговаривать со своими детьми и конечно же дети боятся разговаривать со своими родителями тоже есть то есть страх будет делать наши отношения очень поверхностными еще одно я назвал бы это гордость но объясняю это тремя это самоправедность вот скажем еще раз приведу себя в пример мое неправильное поведение разговор с моим сыном мое раздражение там был повышенный тон был вызван после 15 минут когда он просто трусил трусил мое терпение как вот просто трусил его конкретно просто не выдержал и взорвался и у меня такая я сижу и думаю ну это же он сделал это же он меня вывел и ты начинаешь понимать что не он это было просто напросто очередная ситуация в которой бог позволил вскрыть мое сердце и вот момент когда я вот размышляю я самоправедный и я думаю все этот раз я не пойду к нему он должен прийти ко мне не прошло долго времени 5-7 минут прошло думаю боже мой какой же я не скажу вам что я сказал на себя но я понял что я очень самоправедный человек и мне нужно было в этом раскаяться перед богом сначала и потом когда душа была в порядке самоправедность самолюбие самодостаточность самодостаточность когда человек думает что I did everything right мне ничего не нужно мне не нужно твое прощение мне не нужно твое покаяние просто просто уйди с моего с моего горизонта мне ничего не нужно это гордость ничего другого гордость pride will kill your relationship окей горький опыт у нас возможно был какой-то bad experience broken or no relationship in the past допустим я просто много много раз встречал таких ребят у них не было отношений с отцом и они не знают как развивать эти отношения они не знают как строить эти отношения ну далеко ходить не надо быть екодом и читаем Иаков то что он переживал это все было посеяно вот несовершенным Исааком в его в его жизни неумение строить отношения то есть нетерпение недоверие или негативизм вот мы все говорим у нас негативный взгляд на все нет надежды нет смысла зачем это все мне надо я пошел все я больше не буду мне это вот неумение строить отношения нетерпение недоверие негативизм безразличие к переживаниям и сердечных процессов у ребенка мы уже об этом затрагивали несколько раз но когда мы игнорируем переживания ребенка вот что проходит сейчас с ним или с ней происходит что там сейчас в душе вы можете это увидеть на лице вы можете об этом говорить когда нужно прямо вот мы сейчас говорим но я вижу что ты напряженный или что у тебя напряжение это правда смотрите прежде чем решать дальше двигаться нужно разобраться вы на одной странице с этим человеком кстати когда вы посмотрите внимательно текст в воскресенье мы будем его изучать апостол Павел говорит за епофродита епофродит очень серьезно относился к чувствам людей епофродит был даже при смерти за дело Божие но он переживал за чувства ощущения своих людей и это очень серьезный момент стереотипные подходы это привычные методы определенные вот наши представления непонимание родительского призвания в формировании характера немножко вот немножко Рома сегодня коснулся этого момента мы можем пропустить этот момент и не затронуть души и возьмемся за манипулирование вместо того чтобы говорить о сердце нашего ребенка я вам скажу вот что невозрожденное сердце никогда не будет переживать за отношения почему потому что там мирские ценности земные цели мирские ценности земные цели невозрожденный человек doesn't care about relationship но хотя он хочет их он не может их построить на глубине он строит на чем на рыбалке на бизнесе да вот кстати мы верующие люди тоже можем это делать но у нас есть гораздо больше на чем мы строим наши отношения у нас есть евангелие у нас есть христос у нас есть вот эта искра которая которая зажженная духом божиим в нас нас интересует христос его имя мы где то может быть где то можем уйти в сторону или провалим но мы можем друг с другом разговаривать и возвращаться обратно в наш общий знаменатель это евангелие у неверующих людей нет этого проходит они в армии допустим служили вместе это их связало вместе война да допустим они стали друзьями там верные да друзья но эти ценности очень быстро испаряются тот же самый там бизнес или другие разные факторы хобби которые у нас есть проблемы поверхностных отношений вы можете продолжить думать об этом я думаю что нам нужно посмотреть почему почему поверхностные отношения вообще продолжают быть скажем так реальностью нашей жизни потому что мы часто не смотрим на сердце мы не знаем что такое сердце или не хотим возможно дать божьему слову определить для нас определение и функцию сердца в нашей жизни божий взгляд на сердце буквально несколько текстов 1 царство 16 7 но господь сказал Самуилу не смотри на вид его и на высоту роста его я отринул его я смотрю не так как смотрит человек ибо человек смотрит на лицо а господь смотрит на сердце притчи 21 2 всякий путь человека прям его в глазах но господь взвешивает сердце мы можем выдать выдавать на гора что-то очень правильное но Бог смотрит в сердце нам нужно понять что это такое Матфея 5 8 блаженны чистые сердцем Матфея 6 21 ибо где сокровище ваше там будет и сердце ваше в ваших материалах есть другие тексты мы пойдем дальше если вы читали книгу обнаружен почти христианин там есть одно очень интересное высказывание следует ли любить свою плоть и пренебрегать своей душой будете ли вы одевать и нежить свое тело при этом не заботясь о своей душе тогда это подобно человеку который кормит свою собаку и морит голодом свое дитя оу считайте душу свою самой дорогой и бесценной драгоценностью в мире это самая прекрасная частичка божьего творения в целом мире это то что несет образ божий и то что было куплено кровью сына божьего разве мы не должны считать ее драгоценной и вот здесь нам нужно посмотреть на библейское отношение к сердцу первый вопрос что такое сердце первое что я хотел бы отметить это очень важно друзья слова или термины такие как дух душа внутренний человек иногда даже чрево это взаимозаменяемые слова которые говорят об одном и том же о внутреннем человеке и о внешнем человеке то есть внешний человек это наше тело есть есть у православных в их доктринах что было перенято многими баптистами что человек состоит из трех то есть 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 тело есть дух есть душа и мы мы конечно же может быть выросли в этом контексте но когда вы посмотрите внимательно даже на те тексты которые я вам там перечислил вы сами можете сами посмотреть душа дух внутренний человек чрево сердце это одно и то же просто разные слова это взаимозаменяемые термины в писании поэтому когда написано что душа скорбит мы можем найти в том же в той же самой главе Иисус Христос написано его душа скорбит и потом говорится о его дух также скорбит или томится в агонии был то есть действие одно и то же слова разные дух и душа и когда вы посмотрите притчи в притчах очень много говорится о сердце о душе о дух дух человека сердце человека душа человека это в принципе одно и то же относится к внутреннему человеку внутренний человек это то о чем говорит апостол Павел в коринфянам когда он говорит хоть внешний нас человек и что старее да клеит внутренний со дня на день он обновляется или когда написано помните христос говорит о духе святом это он говорил о духе святом который придет на землю и дух святой что написано из чрева воды вернее из чрева потекут реки воды живой из чрева это из внутреннего человека дух святой изменяет сердце человека так что из его чрева то есть из внутреннего человека исходит совершенно новая жизнь христианская жизнь речь идет о том как дух святой изменяет внутренне человека теперь что такое сердце в первую очередь сердце это то что мы думаем и если вы посмотрите здесь я перечисляю убеждения цели и планы память совесть я здесь не ставил текстов у вас есть эти тексты сердце это то что мы думаем в первую очередь наши мысли то есть когда библия говорит о сердце библия говорит об убеждениях библия говорит о планах которые то есть сердце обдумывает да человек обдумывает свой путь да или сердце человека обдумывает свой путь то есть сердце не только чувствует в миру мы научились так думать что сердце это наши чувства и да и нет больше чем чувства сердце включает в себя чувства но оно состоит в первую очередь из того что мы думаем даже в нашей памяти когда мы вспоминаем что-то это приходит определенная мысль которая интерпретирует прошлое пережитое нами цели и планы у вас есть там все вы можете найти память и совесть окей это наши это наши мысли мысли которые спорят друг с другом да совесть это когда истина божьего слова это божьи мысли они они обличают наши мысли и у нас совесть наша мучает нас то есть происходит борьба между двумя мирами и так это первое сердце то что мы думаем второе сердце это то чего мы желаем то есть наше желание наше желание они происходят из наших мыслей сначала происходит появляется мысль мысль рождает желание а дело в том что у нас там у нас вот в сердце если посмотреть это постоянный процесс идет мысли рождают желание желание это вот наше стремление амбиции наша расположенность души да направленность или удовольствие наша преданность наша любовь это то чего мы желаем к чему мы стремимся эти слова они указывают на состояние сердца что там происходит траектория души куда она вообще движется другими словами сердце это то чего мы желаем наше желание еще одно сердце это то что мы чувствуем у вас много есть там описания и речь идет о радости о печали о страхе о страхе о зависти о гневе раздражительности и так далее то есть сердце то что мы чувствуем еще одно сердце то что мы выбираем это наша воля я сейчас посмотрю что у вас там есть что мы смотрим в данном случае смотрите в первую очередь это наши да у вас у вас я думаю есть все то что вернее у меня есть все то что у вас чего нету вы можете там заполнить окей еще раз смотрите почему это важно для нас когда мы говорим нужно знать сердце ребенка нам нужно посмотреть и послушать вот о чем думает ребенок чего желает ребенок ну на это нужно время у кого пять шесть вы понимаете что время увеличивается но если бог вам дал пять и шесть и если больше даст значит ответственность не уменьшается она просто добавляется в количестве но в принципе это тоже возможно если правильно распределять свое время этот разговор с вашими детьми очень возможен это то что мы думаем то что мы желаем то что мы чувствуем и то что мы выбираем делать позже я вам покажу каким образом это у нас случается сейчас я хотел бы ваше внимание еще на один вопрос ответить почему важно сердце что-то у вас есть чего-то нету просто послушайте друзья вы можете потом сделать пикчер я могу вам переслать если вы хотите я хотел бы чтобы вы сейчас просто послушали почему важно сердце в первую очередь сердце это главный объект божьего внимания вот мы смотрим на внешность бог смотрит на внутреннего человека ему важно ему важно не то что вы делаете что вы думаете потому что мы можем делать очень хорошие вещи но внутри наши мысли дисквалифицируют все что мы делаем мотивация может быть неверная почему помните христос говорит об этом в конце своей нагорной проповеди он говорит многие придут и скажут господи разве не твоим именем да то есть служение происходило на полную катушку исцеляли и бесов гоняли и все все что можно было делать все делали а он говорит им отойдите от меня я говорит никогда вас не знал у нас никогда с вами не было общения у нас никогда не было отношений я думаю это очень серьезный вопрос сердце главный объект божьего внимания бог смотрит на это второе сердце это глина из которой формируется характер я не думаю что у вас это есть вы просто послушайте глина из которой формируется характер вот смотрите в чем разница между сердцем и характером сердце это наши мысли чувства желания и воля характер это то что человек выбирает думать характер это то что человек выбирает чувствовать характер это то что человек выбирает к чему выбирает он стремится вот когда человек делает решение в этот момент формируется его характер Глина в том смысле, что вот наши мысли, мы же о чем угодно можем думать. Наши мысли, наши желания, стремления, все это может быть кашей, малашей внутри, в душе, но это еще ни о чем не говорит. Вот когда появляются у человека Божьи мысли, и он вместо своих выбирает Божьи, у него появляется Божий характер или Христовый характер. Сердце это город, который управляется кем-то или чем-то. Я помню из книги Джана Буняна, он об этом пишет, я помню, это очень интересная иллюстрация, аналогия. Он проводит, в каждом городе есть белый дом, управление. И что происходит в этом управлении, что происходит во всем городе. Вот какой мэр города, какая возле него команда, такой будет порядок или беспорядок в городе. То же самое с сердцем. Сердце это город, который управляется кем-то или чем-то. Наши дети всегда чему-то подчиняются. And guess what? Они не хотят принять ваш авторитет, но хотят установить свой авторитет. И это нужно понимать. Борьба с авторитетами постоянно происходит. Сердце это главное поле битвы. Вот там авторитеты, любовь. И мы должны понимать сердце и свое, и своих детей. С чем там происходит битва. Еще одно. Сердце это храм, в котором происходит постоянное поклонение. Пол Трипп об этом очень много пишет. Тед Трипп об этом пишет. Я не буду повторяться. Вы понимаете, и нам нужно помнить об этом. Нет мгновения, в котором мы не поклонялись бы. Вопрос, кому мы поклоняемся. Даже когда мы выносим мусор или делаем уборку после гостей, когда они ушли. Когда мы готовим еду, когда мы идем на работу, когда мы в церкви, мы всегда поклоняемся. Вопрос, кому. Если вы помните, сердце это фабрика идолов. Это известное выражение. Все наше сердце, то есть мысли, чувства, наш внутренний человек, он поломанный. Поломанный грехом. Поэтому сердце это место, где Бог начинает спасение через возрождение. Он дает новые мысли. Он дает новые чувства. Он дает новые цели. И он дает новые ценности. И вот почему нам, друзья, сердце это источник, корень своего поведения, решения и выбора. И это главная мишень в служении и воспитании. Сердце гораздо важнее, чем то, что делают наши дети. И мы вот сейчас остановимся, у нас нет больше времени. Но я думаю, что будет очень хорошо, если вы продолжите читать материал, тот, который я вам дал, и читать книгу. Он очень много затрагивает вопросы из сердца. Идея следующая. Если мы знаем, что такое сердце, и умеем применять Евангелие к своему сердцу, мы тогда будем знать, как это делать с нашими детьми. Для меня вот один пример, я его расскажу, и мы на этом закончим. Я помню, когда-то, может, я этот пример рассказывал. Это было время, когда мы отдали свою дочь в школу. У нас была хом-скул, и потом мы решили отдать ее в христианскую школу. В хом-скул у нее было время, когда она вот сама просыпалась, она у нас утренняя такая птичка. В 6 часов просыпалась, сама все заправит, кроватку, все-все-все, уроки уже в 10.30 дам. Все уроки дам. Я пошла в школу, а в христианской школе, там, как и в любой другой школе, в одном классе побыли. Три минуты, чтобы перейти в другой класс, надо зайти, взять книжку. Нет времени спрашивать, нет времени нажать на кнопку, чтобы переслушать еще раз, что не поняла. Времени разговаривать с преподавателем нету. И так было, первая неделя прошла, и помню, вторая неделя, Лена говорит мне, я думаю, что я все, твое время говорить с ней. Она, все, не хочу, не пойду больше в школу, это просто, это, это, ну, страшно для меня, никаким образом все. Я помню, мы с ней вот разговариваем, разговариваем об этом, а что произошло. Где-то вот она, как я уже говорил, она в холмску, она привыкла, все под контролем. И у нее были, вот, скажем, straight A's. Все пятерки, без каких, без всяких, и сам, а тут она первый раз получила B. И она приходит, и я потом, когда разговариваю с ней, я понимаю, что что-то происходит. Мы больше и больше разговариваем с ней, и она мне говорит в этот момент, она мне говорит, папа, я получила, вместо A получила B. И вот мне нужно было, мне нужно здесь было с ней иметь разговор от сердца к сердцу. Я вспомнил, как у меня много раз, я говорю, доча, ты знаешь, у меня такая же проблема была, мне кажется, Бог дает мне силу побеждать ее. Я говорю, проповедую уже долго, и я помню время, когда мне хотелось так, чтобы, вот у нас был там Алексей Иванович и Алексей Коломейцев, мне так хотелось, чтобы они мне пятерки ставили за мои проповеди. Ну, вы знаете, о чем я имею в виду, да? Чтобы они пришли и сказали, да, молодец, классно сказал проповедь. Или чтобы люди пришли мне и сказали, да, классно, очень классно. Мне говорю, так хотелось это все. И однажды Бог просто открыл мне, что это желание или наше даже страх и зависимость от людей, это страх человеческий. Так вот, смотри, Бог все наши двойки взял на себя. В нашей жизни мы очень много будем проваливать. А вообще вопрос перфекционизма, это же, это серьезное дело поклонства. Кто перфекционист, you have to be careful. Очень нужно быть осторожным и от родителей к детям и так далее. И здесь был очень момент, когда я ей показал, каким образом Евангелие помогло мне преодолеть подобные страхи. Нет, это не означает, что нужно учиться на тройке и на двойке, потому что Бог все решил. Но радость и счастье и смысл в жизни не в том, что мы делаем все наши пятерки и мы зарабатываем, а что заработал Христос и дал для нас. Другими словами, была хорошая возможность детально с ней поговорить о душевных процессах и каким образом Евангелие помогает решать нам те или другие проблемы. Еще раз, когда мы знаем, что происходит с нашим сердцем, и когда мы знаем, как Евангелие решает мою проблему, я смогу гораздо больше помочь моим детям, моей жене, людям вокруг, каким образом Евангелие может помочь им преодолеть либо страх, либо свои какие-то разные проблемы из сердца. Мы на этом остановимся. Редактор субтитров А.Семкин